И так, помогайте. Эх, милая Тимирязыча, Ольга, Наташа, вы моложе меня, важен бы опыт в помощи людям. Смотрите, о чем речь идет. Вот это вот, Сергей, я обещал, мне надо как-то компенсировать эти 40 тысяч. Я же их не занимал, я их подарил. Я спасал человеку жизнь. Поэтому этим я оправдываю тем, чем сейчас занимаюсь. Скоро будет час, а я еще ничего толком не сказал. Пять вопросов ниже. Вот это все от Сергея осталось. А самое интересное, да, что здесь половина мировых лидеров. А кто видел мои фильмы, где я угощал, образы угощал, на какой-нибудь розмарином, помните? О, это, Апортом, помните? Там ребенка вот с таким яблоком, который он пытался разгрызть. Медовая, слащий не ел. Я-то думал, у меня это, канадская мелба, круче всех. Ага, круче всех. После нее я привез с Украины квинти, оказался круче. Сейчас медовая, и еще медовая розмарин, уже перехватили эту. Ну, это уже уникумы. Отцом 50 рублей. Кто сможет, сделай 10 черенков. Ой, 10 привык с нее. Кто совсем уж так, чтобы были идеальные. Нижняя 3 сделает. Кто одним движением может. Вот. Вот. Три дерева. Ну, ну, а я еще, когда мне пожаловался кто-то, с этого, с Абазы опять. Про Абазу я рассказывал, отдельный фильм, да? Вот. Он накупил в питомниках, не глядя, то есть, отказались его принимать, предприниматели. Сказали, не приезжайте, мы вам на месте не продаем. А он-то не сообразил, почему не продают. Кто же эту дрянь брать будет? Они ему посылками. Вышла такая дрянь, что это, ну, вы видели статью и видели фильм. Так ведь? И вот, звонок из этого самого, пару дней назад, тройку. Опять с Абазы. А я все спрашиваю Абазинца, ну, что про этот сад? Дальше-то что? А никто ничего не знает, значит. И дальше. А, кстати, и предприниматель умер. Сам калечил деревья, вот так вот, раз, образование. Сидит книжка вот так, раз, еще одна мертвая. Книжку почитает, ага, надо золы насыпать, раз, золы, вот так. Полил я еще, эту золу раз, и гнило, еще мертвая. Вот так вот было. То есть, не умеешь не берить. Промышленный сад, руках новичка, да еще с такими этими книгами. И вот получается, что, давайте, если что, начать сначала. Девчата, вам нужно? Загулевская, король сада, дарю. А? Ну, спартан, может, у вас есть. А Польша Салгаровова, прямая поставка, это образно, Чернобаеву, привезся с этого, 20-30 лет назад. С Ломаты прям. Я теперь уже днем, как от меня Персик Хасанский с одной почки пошел, Россию покоряет. Персики, чернки кончились. Извините, оставил себе на 100 прививок. Сейчас буду третьим этажом весь сад переплевать. Ну, это я к чему говорю? Мне стыдно, но я еще даже на ваш вопрос не ответил. А вы как сказали? Только эти 5, остальное вы это смотреть не будете. Вы так сказали? И тем не менее, венгерки еще есть. Ой, какие венгерки. Вот я вам сейчас покажу эту венгерку, да? Я вот сейчас вспомнил. Вот тут где-то она светилась. А, ладно. Плохо видно. Все, ладно, проехали. А я себе венгерек покажу, то вам придется бежать за валютом. Я вас пожалею, не буду сейчас. Жду запросы на пересылку каталога обновленного. Пересылка черенков, груш, ябл, слив, вишен, абрикосов продолжается. Друзей, прошу перенести это объявление в свои группы и страницы. Вдруг это последний шанс для обширноводов купить ненарисованный товар. А вот реальная картина. Еще Сергей, та же проблема. Магазин закрыть, покупать или нет. Почему? В нашей стране в людей нет денег. Вот так. И есть зато долги и кредит за этот же магазин, который он в свое время купил. Поэтому я показываю отцовское чувство. Значит, смотрите, у него так же, как у меня, черенок сто сто пятьдесят рублей, там, это, косточка двадцать пять, хотя, скидки все действуют. Вот, дело в другом. Значит, эти саженцы, они в настоящее выглядят так. И тоже высылается посылка, как и тот дебильный, который я вам показывал, да? Ну, вспоминайте, я же не выказал, что одно и то же. Ящики вот такие, вот, как показать, чтобы меня видно было. Вот такие вот. Половина отрезается. Первое, чтобы залезло, понятно, вот так, чтобы залезло. А второе, чтобы не было у покупателей желания сохранить его целиком. Вот. Сколько я слез. За все годы я один раз только уступил, потому что слез было море. Не режьте. Стану на колени, не режьте. Им кажется, что корни все равно нарушаем. Вот. Вольно, невольно. А режеть надо. И вот он вот так отрежет, это чтобы они уже точно выжили. Заметьте, не искалечил, то есть докалечил, но он искалечен прививкой. Искалечен корни. Остается коричить до конца. То есть отрезать половину крови. Вот это должно стать настоящей национальной, одной из важнейших при пересадке саженца. Отрезается, соответственно, это все как бы балансируется с корнями, но лучше еще и с запасом. Вот это вот. А теперь цены. Я не знаю, как сейчас. Устал я. Проблем много. И не догадался спросить, что поменялось. В прошлом году он продавал так. Естественно, что яблоньки вот такие вот, двухлетки, мощные. А порты те самые. А они уже в других садах плодоносят, допустим. Ну, вспомним, допустим, Матвееву. Ящики с яблоками вот так. Вспомним Макарова. Ящики с яблоками. А какие они огромные. И вот получается, что там три яблока должны, пять яблок должен 600 рублей стоить. Яблок. А здесь саженца. Почему? Он продает так. Тысячу продавал. А дальше разбирайте сами. 1200, если один купил. Дорого? Дорого. Ну, правда, настоящие. Вот, не нарисованные. Второй за 1200. А третий за 200. Если брал три. Четвертый 200, пять и двести. Суммируем. 3000. Делим на пять. А оказывается, дешевле всех продает. Хотя те на все. Печку, на свалку, на мусорку. А эти, ну, вы видели. 120 вебинаров. Мы к каждому любовались. Хоть на одном я пропустил новые фотографии. Новых наших друзей. Ну, что, дорого? А их все равно надо брать для пыления. Три, четыре, пять. Но это было в прошлом году. Сейчас не знаю. Вот. А вот это моя бригада. Ух, работают за двух. Вот. Это те самые кошки, которые по 25 рублей. Вот. Но, если такого успеха добился уже человек со стороны, человек науки, директор института, вот такие сеянцы, вот такие сеянцы, которые росли, за лето выросли в темноте, поддёрнут. Вот. Они стали, у него все живые, его слова, все сладкие, его слова. Вот. И средний урожай будет ниже. Ну, там будет, написано, средний 40 килограмм, а он же считать умеет. Он же директор, его уже раздиректор, значит, он дураков не ставит, который, тройку по математике. Идём дальше. Здравствуйте. Теперь ближе к делу и к учёбе. Девчонки, всё ещё не добрался. Извините, но кушать хочется. Вот. Вот этим детям тоже. Вот это всё, 100% их одежда, оба, вот, кружки, танцевальные, английские, вот, эрудиты, прочее. Вот это всё, вот это вот самые эти костики. Так, теперь смотрим, годятся ли они. Если косточка практически любая всходит, то цена уже не кажется большой. Ну, подумайте сами. 25 рублей, а средний урожай, это, я вам уже покажу, это официально, официально от этого, от Ваулина. 40 килограмм дерева. Рекорд 72. Или 78. Ну, взять даже 40, даже не 78. Моё дерево, его, молодые деревья. Ну, 40 килограмм. Окубилось ли я, дадим 25 рублей, которые кажутся дорогой. А я понимаю, просто, девчата, понимаю, знаю, какие у вас зарплаты, предполагаю. Даже если больше, чем в Сибирске, ну, там выжить всё равно невозможно. Давайте вместе. Девчата, гоп да куча, как у нас говорят. Итак, проводил это письмо, проводил ревизию косточек и обнаружил, что ноги лопнули. Подскажите, что мне делать? Высаживать гордок хоть ночью минус 5 и осень сыро. В конкретном вопросе должен отвечать. Или рассаживать горшочки, меня из дома выгонят, и так занял уже пол холодильника. Ну, я рассказал анекдот. Раз уж я сказал, я скажу. Какая у вас картошка? Чем вы ее удобряли? А чем только не удобряли, растет зараза. К деревьям это не относится. Чем больше удобряет, тем врач умрет. Вот. К сожалению, это факт. Вот. А то там три эти самые подкорбки. Весновые, перед зимой еще три подкорбки. Летом. А от чего они взяли, что дерево нуждает? Это как у меня когда-то женщина в деревне. Мужика нет, сын, подросток. Не подросток, даже меньше. Концентин. Займись им, отца нет. Занимался, учил драться. Вот. Прививать учил. Это все. Он садоводом не стал. А потом пришлось его везти в город, вложить в больницу. Вот. А почему? А у них коровы больше ничего нет. И денег, и коровы. Она кормила только сливочным маслом и хлебом. Утром бутерброд масла, хлебом. И посадил. И у мальчишки тогда среднего посадила печень. Оно, понятно, в такой стране живем. Она не виновата. У нее просто нечем кормить было. А остальное, что? Картошка, что там, морковка. Так и выживала. И вот теперь получается, что чем только не удобряли, растет зараза. Картошка может быть, я не специалист. На деревьях так нельзя. И вот получается, ночью минус 5, что делать? А они, зараза, просыпаются. Вот это вот, Максим, или вот это ваше письмо, или вот это ваше. Тогда вот это не ваше. Так, смотрим. И в целом будем рассуждать. То есть, я вам еще не ответил про минус 5, я очень сырою. Дальше. Отчет о плодировании на работе. Абрикосы были заложены сертификацией 19 февраля. Моя школа. На верхнюю полку температура 0,3. Моя школа. 21 марта. Это сколько получается? Февраль. Ровно месяц, да? Правильно? Да, ровно месяц. Были переложены в отдел для овощей 5,7 градусов. Моя школа. 31 марта. Лопнули. Сколько получилось? Ну-ка, считаем. Для меня каждый письмо ценность. 40 дней. Рановато. Ну, давайте смотреть. Фейна 2 из 10, Амур 6 из 10, Серафим 3 из 10, Патриархар 5 из 10, Бай 1 из 10, сын Манджурса номер 1, 4 из 10, сын Амура номер 1, 7 из 10. Фу. Гроба половина. Через 40 дней. Если бы он не переложил сюда, он молодец, умеется. У него свои мозги. Вот. Ну, так, конечно, от меня нахватался. Я считаю, это полный успех. Теперь у него проблемы. Где? А, я сказал, ваша забота, ищите погреб, он нашел пустой холодильник у друга. А теперь горшочки, горшочки, горшочки. Почему? Посадят, скорее всего, погибнут. А жалко, ведь это же бесценные вещи, вы представляете? Фаина. А Фаина, я вам потом покажу из косточки, которая вырастила эта самая, такая худестница, садовод нулевой, а компьютерщица высококлассная, моя, это, Катерина, которая мой сайт ведет. Представляете? Фаина. Разве можно рисковать? Бай. Разве можно рисковать? От них, поверьте, девчонки, просто, я хочу, пожалуйста, просто, даже не поверьте, просто задумайтесь, а вдруг, а вдруг это правда, вдруг с Фаины, с Серафима, даже с Амур, они не выросут эти, да, я же показал Амур-то, вот, с Амурой получился Амур, только нос потерял, и ладно, вот, видите, как я рассуждаю, просто поверьте, или, ну, можно проверить, ну, меня извините, Амур я вам найду, сыновья Мазурцева найду, а этих уже давно нет, последний год, когда в этот, заморозок, спасибо хоть мелочевка, вот это, но эта мелочевка, соки, компоты, варенье, это, вот как у этого, это, разве мелочевка, да, фотографии с ящиками, Ваулина, ну, показывал уже, два этих, вебинара назад, это все не шутки, это все есть, и от кого, от Манжурца, от этого, укрупнились два раза, сахаром набрал, откуда, ветром надуло, от соседей, вот, так что, не отказывайтесь, вот, и я не буду потом говорить, ох, я такой, что у меня сама это, темирязевцы, не, этого не будет, если будет потом, пройдет неделю-две, тишина, народ начнет спрашивать, ну, что, заказали кофчик, вот это вот, еще одно письмо, свеженькое, так, опять получил, вот результат, раз, два, три, четыре, ну, где-то тут 20, наверное, и в самой паре, и никуда не деться, а половина России, уже можно садить, в которой половина снег лежит, вот, вот так вот, горшочки, и в холод, почему, смотрите, вот тут я говорю, я своих могу не пожалеть, могу так, словами, добрый день, посоветуйте, что можно сделать, амур получен, и высажен, стаканчик, 28 марта, недавно, да, но сегодня, это сколько дней прошло, 29, 30, 31, 8 дней, вы что натворили-то, а, и дальше, человек уже, листья начинают скручиваться, обрезать наполовину, а руки обрежу вам, это я со своими, Ольга, Наталья, вы солидные такие ученые, я с вами так не буду разговаривать, это, это свои, вот, и с ними можно, они знают, что я уже, с человеком сам пообещал, пальцы обрезать, руки обрезать, или оторвать, вот, это, в нашей секте это принято, вот, положительные температуры будут после 12, сегодня пятая, осталась неделя, так, осталась неделя, сейчас планирую повесить, болт, целый, планирую пакет, выставить на балкон, вот это уже практически покойник, смотрите, абсолютно, я подозреваю, что не такой, там, еще один торчит, там, целая куча, ну, посадка почти нормальная, выйдите косточку, так, но семя доли, вот они, они вылезли, или, или вот они, или, если вот это семя доли, ну, тут, к сожалению, тут надо целую экспертизу устраивать, а, ну-ка, ну-ка, да, косточка торчит, а вдруг они под землей, семя доли, тогда это вообще покойник, так, если вот это, ну, это на семя доли не похоже, это похоже на спящие пучки, которые должны спать, ну, что там гадать, в целом, полупокойник, значит, вырос вообще, я понял, помещение без солнца, лес вверх, искал солнце, вот это вот, желание, искать солнце, солнце, они же не знают, где-то, допустим, еще на полметра, а там солнце выглядит, а там потолок, вот, можно было бы обрежать, но все равно искалечены, хотя бы это, выставить на солнце надо, иначе он вообще будет, еще более уродлив, но еще рано, а улица, видите, как там, вот у минус 5, тут может, минус 5 уже сдохнет, если допустим, остается что, темное, холодное помещение, с нулем градусов, я бы вообще выбросил, ну, жалко же, 25 рублей, да, 25 рублей, это был как хлеба, и вот, значит, холодное, темное помещение, держать, при нулевой температуре, где вы ее возьмете, когда на улице будет жара, и в сарае будет холодно, ради чего погреба, держать, 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 и ждать, пока наступит настоящее, уже лето, чтобы соответствовало, этому возрасту, и, посадить, в надежде, в слабенькой надежде, что выживет поле, но полностью его на первые две недели затенить, только сейчас говорил про солнце, но солнце должно быть такое, днем самое пекло, чтобы солнца не было, а солнечные лучи осветляли утром, вот так, и вечером, наискосу, и, ну я бы проще выбросил, вот такие случаи говорю, надо с самого начала советоваться, вот это желание, как домашнее растение, как рассада, вот это, когда научились, в ограднике выращивать рассаду, это автоматически перенесли на деревья, что должно быть категорически исключено, вот, ну че,